Спасибо большое за приглашение и действительно я просто напомню буквально вводные части, что мы имеем в лечении больных с бейраф-мутацией, а уже потом подумаем, как их лечить, если вы уже использовали все возможное. На самом деле бейраф, вообще раф-белок имеет три изоформы. Мы привыкли все о бейрафе, но есть еще эйраф и сираф. И соответственно, как и любые другие изоформы, могут формироваться гетеродимеры и гомодимеры. Зачастую, например, гетеродимеры, бейраф и сираф имеют очень высокую активность. Но при этом бейраф сам по себе обладает большей терозинкиназной активностью. Именно он обладает большей афинностью с вышележащей молекулой РАС. То есть он именно передает сигнал с РАС-молекулы, ниже лежащие молекулы МЕК и последующие МРК. Но тем не менее, если у нас какие-нибудь неактивные формы белка бейраф возникают, или мы его выключаем, когда мы делаем его неактивно с помощью нашего лечебного воздействия, то у нас повышается активность серафа. И это за счет образования гетеродимеров поддерживает сигнальный этот путь, который мы пытаемся блокировать. Кроме этого, мы должны помнить, что у нас бейраф мутации довольно отличаются. У нас есть несколько бейраф мутаций трех классов. При этом, если это не классическая V600 мутация, которая относится к первому классу, то есть выраженно меняется терозинкиназная активность, именно она обладает и приносит неблагоприятный прогноз. Обратите внимание на график, то если это не классическая мутация, которая функционально неактивна и путь работает спокойно, и мы можем применять анти-ДЖФР, антитела здесь самостоятельного варианта с химиотерапией, лечить как больных с диким типом, то и прогноз этих больных, оранжевый график, он приближается к больным с диким типом. Вопрос к пациентам со вторым классом бейраф мутации, где идет промежуточное изменение активности терозинкиназа, рецепт молекулы, и это определяет нам возможность все-таки вот эту подгруппу больных ассоциировать с первым классом, как V600 мутаций. И, соответственно, предклинические и клинические эксперименты показывают, что их желательно лечить вместе, то есть можно применять бейраф и анти-ДЖФР и так далее, и не применять анти-ДЖФР в монотерапии. К вопросу о том, какова частота встречаемости бейраф мутации, на самом деле интересно, как это все меняется в динамике. Когда еще всем нам известные бейраф ингибиторы носили номерные названия и проходили первые фазы, был бум о таргетной терапии, поиск мишени, и все пытались найти бейраф мутации, где только можно, то можно было найти работы, где частота мутации бейраф просто зашкаливала. Рак поджелудочной железы 7%, яичники до 30%, колоректальный рак до 17%. Но тогда после того, как уже препараты появились и начали работать доктора и пытаться найти эти бейраф мутации, все, конечно, немножко протрезвели, и уже показывают реальные цифры, что в большинстве своем наиболее часто встречаемых опухолях частота встречаемости бейраф мутации, она совсем-совсем низкая. И при кишке, где-то, в принципе, так как первые работы шли из западных стран и Японии, она находилась на уровне 8-10%. На самом деле, есть некоторые и расхождения с данными других менее развитых стран, потому что если мы берем Китай, если мы берем Южную Америку, то там частота встречаемости бейраф мутации разнится и находится где-то на уровне 4%. Когда мы провели собственные исследования, оценили работу молекулярно-генетических лабораторий в Российской Федерации, то есть более 8000 заключений проанализировали при колоректальном раке метастатическом и обнаружили, что частота встречаемости бейраф мутации у нас где-то 5%, то есть здесь мы больше к не очень развитым странам принадлежим. И, вероятно, это обусловлено некими нашими факторами жизни и условиями обитания, потому что понятно, что и характер питания у нас будет отличаться, и образ жизни будет отличаться. Видимо, это определяет и изменение биологии опухоли и формирование соответствующих полипов по определенному пути канцерогенеза, которые будут встречаться реже, чем, например, классический тип, когда идут хромосомные аберрации в плане возникновения колоректального рака. Но, так или иначе, прогноз течения больных, сбирав мутации классической ВИС-600, будь то это западные страны, нижний график или Российской Федерации, верхний график, он приблизительно один и тот же. Он хуже, чем у больных с РАС-мутацией и еще хуже, чем у больных с диким типом генов, и мы видим, что медиана продолжительности жизни находится где-то на уровне 12-17%. Когда мы вытащили 131 пациента из тех 437, которых выявили, и у них были клинические данные, мы поняли, что, в принципе, в сравнении с пациентами с мутированным рас или диким типом всех трех генов, у биораппозитивного колоректального рака есть свои клинические особенности. В первую очередь, да, это локализация опухоли при правосторонней, в правой стороне, при этом второе место, как ни странно, в нашей популяции больных по частоте встречаемости БИРАФ-альтерации находилось в прямой кишке. Это связано, опять же, с особенностями, характером для менее развитых стран, потому что и в Китае, и в Южной Америке то же самое, в отличие от западных стран, где при прямой кишке БИРАФ-мутации является казуистической ситуацией, то в этих странах действительно второе место по частоте поражения органа является рак прямой кишки при БИРАФ-мутации. Кроме того, 30% больных вы можете встретить поражение брюшины изолировано, без поражения других органов, то тоже очень характерно для БИРАФ-мутированного колоректального рака. Иногда бывает муцинозный фенотип, у 16-10-16% может быть микросоделитная нестабильность, и при этом, конечно, в отличие от других альтераций, при БИРАФ-мутации, функциональный статус пациента, объем поражения опухолью организма будет выше и больше, нежели при диком типе генов. К вопросу, чем лечить, ну, на самом деле, у нас уже есть данные рандомизированных исследований для первой линии, касаемой именно БИРАФ-мутации, показывающей, что при сравнении фалфоксири-бевоцузумаба и фалфоксири-цитоксимаба, уже сегодня вспоминали эту работу, применение бевоцузумаба было наиболее эффективным, это, наверное, редкая ситуация, когда были побиты анти-GFR-антитела при колоректальном раке, не только по выживаемости без прогрессирования, но и по частоте объективных ответов. То есть, здесь, как бы, вопрос закрыт, анти-GFR не нужны, нужен бевоцузумаб. Вопрос, насколько нужен фалфоксири в этой схеме, тоже большой, потому что эти данные у нас пришли из исследования ТРАИП, точнее, под анализом на 28 больных, который показал, что вроде как есть вот такое расхождение зелененьких графиков в пользу более интенсивного режима. Но интуитивно докторам понятно, что если бы агрессивное течение опухоли, хочется и агрессивненько полечить. Но, к сожалению, это не все, хотя и вошло в рекомендации, не всегда подтверждалось. Мета-анализ исследований, которые нам удалось провести в отношении объективных ответов и выживаемости без прогрессирования, при сравнении фалфоксири, таргетной терапии и дуплетов с таргетной терапией, показал, что дуплеты не хуже по выживаемости без прогрессирования, чем триплеты. А если мы говорим об объективных ответах, да, тенденция лучше, когда мы рассматриваем тройные комбинации. Если же мы возьмем мета-анализ индивидуальных данных, пяти рандомизированных исследований, то же самое. Мы видим, что при буравмутации, независимо от локализации первичной опухоли, тройные комбинации не лучше, чем двойные. И, в принципе, рекомендации изменились. То есть мы можем сказать, что и фалфоксилок сбиваться зумабом показывает то же самое по выживаемости, что и фалфоксирис сбиваться зумабом, и поэтому мы их тоже можем применять в своей рутинной практике. Когда мы проводили анализ вот этих популяционных данных, мы также посмотрели, что нам дают триплеты и дуплеты в популяции. И обратите внимание, различий между пациентами в помедианном даже выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости мы не видим при сравнении двойных и тройных химиотерапевтических комбинаций при локаде. Последняя статья, посвященная этому же вопросу, пришла из США, когда анализ данных, наверное, с один из самых большой, который включил данные практически 450 больных с бейраф, мутированным колоректальным раком, показывал, да, и худший прогноз, но обратите внимание, опять же, тройные комбинации ничего не улучшали по сравнению с двойными комбинациями, которым проводилось большинство пациентов. Таким образом, можно сказать, что мы вправе спокойно использовать фолфокс и эксилокс и с бевом у данной категории пациентов. Анти-ДЖФР антитела с химиотерапией в данном контексте закрыты вообще не только с фолфоксири, но и с дуплетами. Об этом свидетельствуют два метаанализа дополнительных и отдельный анализ базы данных аркад, рандомизированных исследований, которые собирают индивидуальные данные больных в одну базу данных. Кроме этого, интересно тогда стоит вопрос, а бевоцузумаб точно нужен? Точно нужен. Метаанализ четырех исследований показывает, что в принципе бевоцузумаб значимо улучшает выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость, если он комбинируется с химиотерапией. Но сюда входили и другие антиангиогенные препараты, флиберцепт, рамоцурмабы, исследования на первой и на второй линии лечения. Таким образом, независимо от того, когда вы лечите, берав мутированный колоректальный рак, химиотерапией, всегда лучше добавляйте антиангиогенные препараты, это улучшает продолжительность жизни наших больных. Нужно ли удалять метастазы в этой агрессивной опухоли? Мы сегодня говорили про стороннюю локализацию, которая тоже дает нам негативный прогноз в этом контексте. При берав мутированном раке, когда показатель выживаемости очень низкий, и первые исследования, касаемые метастазы к тайме в легких, вообще отдавали разочарующие результаты. И даже авторы этой работы говорили, что если вы видите берав мутацию, не удаляйте очаги в легких, это пользы не приносит. Однако в дальнейшем пошли работы по удалению метастазов в печени при колоректальном раке, ассоцирован с берав мутацией. И в принципе, выживаемость без признаков болезни была аналогично больным, которые не имели берав мутации, имели дикий тип гена. Вот постпрогрешен, выживаемость после того, как произошло прогрессирование после метастазы к тайме, вот она была, конечно, хуже у больных с мутированным колоректальным раком. Мы продолжили анализ базы данных, которую удалось собрать, и выявили 26 больных с берав мутацией, которыми выполнялись метастазы к тайме различных локализаций. Чаще всего была клиническая ситуация, когда шли на операцию, все удаляли, что видел хирург, а уже потом ретроспективно узнали, что больного берав мутацию. Но, тем не менее, такой подход позволил нам собрать больных и количество пациентов, аналогично крупным исследованиям из других стран. И мы подобрали больных с диким типом генов рас и диким типом гена рас и берав из нашего отделения, чтобы посмотреть выживаемость больных и характеристику пациентов. Опять же, мы видим, что при берав мутации чаще встречались синхронные метастазирования, чаще отмечалось поражение нескольких органов метастазами. Но что интересно, что если идет операция, когда мы смотрим на результаты выживаемости больных, все равно есть небольшая группа пациентов, небольшие пациенты, которые выиграют, даже прибирав мутацию от метастазы к тайме, есть пациенты, которые 5 лет прожили. И в данной связи вариант, да, мы наковыряемся в небольшом количестве больных, но все равно интересные мы видим медианы выживаемости без признаков болезни. Даже после удаления очагов на брюшине, прибирав мутированном раке, 8 месяцев медиана выживалась без прогрессирования. А вот если это рецидив, плюс-минус забрюшины или фузлы поражены, то там пока ни одного хорошего результата получено не было, все двое пациентов они запрогрессировали. Тем не менее, данные результаты показывают нам о том, что в принципе отобраны группы больных, даже прибирав мутацию, мы можем удалять метастазы. Вопрос выбора последующих линий лечения, когда у нас есть биераф мутация активная ВИС-600, мы сразу же вспоминаем меланому. Это знаменитая первая фаза, когда на глазах за 1-2 недели происходила полная метаболическая регрессия при применении одного биераф ингибитора, при той же мутации патогенной, что и при кишке ВИС-600, и она встречается там даже при меланоме чаще, до 46%. Тем не менее, когда такое же пробовали при кишке, получали 1 неподтвержденный объективный ответ, а при проверочных исследованиях 0% объективных ответов. Применение там более выраженным в самостоятельном варианте панингибиторов биераф давал частоту объективных ответов большую, 16%, но если посмотреть на абсолютное значение, это 1 больной. Опять же, 1 неподтвержденный объективный ответ. Поэтому, когда начали пытаться понять, что же происходит, оказалось, что почему-то при биераф мутированном колоректальном раке, когда даешь биераф ингибитор, можно наблюдать даже усиление пролиферации опухоли при клинических экспериментах. Оказалось, что опухолевые клетки начинают защищаться, наблюдаются гиперэкспрессии GFR, парадоксальная активация МЕК ингибитора за счет того, что начинают на себя брать функцию ЦРАФ, да, и он, соответственно, может работать и передавать дальше сигналинг, и это определило необходимость применения нескольких таргетных препаратов, либо двойной таргетной блокады биераф ингибитора, NTGFR моноклонального отитела, либо тройной таргетной блокады, еще МЕК ингибитор присоединить. И пошли первые и вторые фазы, которые показывали приблизительно одно и то же. Медиана ПФС в различных таргетных комбинациях давала где-то 4 месяца, а частота объективных ответов колебалась от 16 до 20-30%. Но несмотря на редкость ситуации, да, это 5 по нашим данным процентов, а по зарубежным данным 8%, для второй-третьей линии лечения удалось провести рандомизированные исследования третьей фазы и даже включить три когорты больных, которые применяли либо фолфери, либо эринотеканса, NTGFR, либо комбинацию биераф ингибитора и NTGFR антитела, либо тройную таргетную блокаду, когда добавлялся еще МЕК ингибитор. И да, любое таргетное воздействие ассоциировано с большей частотой объективных ответов, 22 или 34% для двойной и тройной таргетной блокады, а в группе контроля всего 2%. Это выливалось в улучшение выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. При этом различий выживаемости между двойной и тройной таргетной блокадой абсолютно не было. И здесь, в отличие от меланомы, тройная блокада за счет того, что мы применяем анти-GFR моноканальные тела, ассоциировалась с большей частотой побочных эффектов. Поэтому в НССН вошли только два режима. Это БИРАФ ингибитор с цитоксимабом и БИРАФ ингибитор с панитумумабом. Тем не менее, мы понимаем, что под анализом данного клинического исследования мы видим, что чем больше объем болезни, чем агрессивнее течет наличие системной воспалительной реакции, нам подсказывает необходимость тройной таргетной блокады, где выше частота объективных ответов, особенно во второй линии лечения. И, возможно, как раз их мы можем применять, когда у нас идет быстрое ухудшение состояния человека, нежели двойная таргетная блокада. Были вопросы, как работает таргетная блокада в зависимости от того, был БИРАФ в первой линии или не был. Интересно, что для двойной таргетной блокады без разницы был БИРАФ или нет, а вот при тройной таргетной блокаде, если БИРАФ был, то ее эффективность почему-то хуже. В контрольной группе, что мы и так знаем, что после БИРАФ хуже работает анти-ДЖФР, это же и в этой ситуации проявилось. Поэтому, если речь о двойной таргетной блокаде, то вам без разницы, был БИРАФ или нет. А если вы намерены тройную таргетную блокаду назначать, пожалуйста, а обратите внимание, был БИРАФ ЦУЗМАП или не был. Появились клинические ситуации, когда мы назначаем по мутациям РАЗ дикого типа, даже левосторонней локализации первой линии анти-ДЖФР антитела с химиотерапией, а затем доделываем БИРАФ и увидим, что БИРАФ мутация, например, при прогрессировании, стоит вопрос, анти-ДЖФР-то уже были, можем ли мы давать снова анти-ДЖФР по сути, но добавив БИРАФ ингибитор. На самом деле, можно нам это исследование четко показывать, что предыдущее назначение анти-ДЖФР антител не компрометирует эффект комбинации БИРАФ ингибитора и анти-ДЖФР антител во второй и последующих линиях лечения, этого бояться не нужно. Другой вопрос, если вы поздно выявляете БИРАФ мутацию, уже лечите больного, предположим, приправом раке, химиотерапией, фулфоксом с БЕВА, мы достигли контроля болезни, и вот думайте, ага, я в поддержке сейчас ему дам, например, БИРАФ ингибитор и анти-ДЖФР антитела, да еще это, залакирую инфузиями фторурацила или каварина, пожалуйста, не делайте этого, потому что у нас есть специальное исследование, точнее подгруппа Кагорта-1 в исследовании модуль, которая изучала этот вопрос и показала, что никакого влияния, переход в отсутствие прогрессии на таргетную терапию, ассоциированную с БИРАФ молекулой, не улучшает показатели ни выживаемости без прогрессирования, ни тем более общей выживаемости. Вопрос, как долго может реализовываться эффект таргетной терапии, с БИРАФ и анти-ДЖФР антителами, вопрос определяется на самом деле сочетанием довольно простых клинических факторов. Если пациента функциональный статус ЭКОК-0 и нормальный уровень РЭА, то вы даже на тройной или двойной таргетной блокады можете получать очень длительную выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость в данной связи даже медиана общей выживаемости не достигнута. Если у вас оба фактора негативных, РЭА повышен или ЭКОК-1 даже, то в данном случае медиана общей выживаемости 5-6 месяцев. Ну и большинство больных попадают все-таки в промежуточную группу. Мы интересно решая вопрос, собственно, готовя лекцию, я вот где-то на этом этапе вспомнил, что все-таки лекция называется «Что делать после БИРАФ ингибиторов?», то, конечно же, провели анализ, который опубликовали на ЭСМО прошлого года в постерной работе. И мы отобрали, благо, что у нас есть такая база больных, мы можем смотреть, чем они лечились дальше, потому что до сих пор в исследовании БИЭКОН, где изучался двойные и тройные таргетные блокады, вот эти вот данные о том, чем лечились потом пациенты не опубликованы, а мы уже из ретроспективных данных посмотрели. И что оказалось, собственно, во-первых, насколько эффективны фолфери и бевоцузумаб во второй и третьей линии лечения, то есть в тех клинических ситуациях, когда назначались БИРАФ и анти-ДЖФР антитела. И мы вот собрали больных, которые получали таргетную терапию, и ринтыкан, содержащую химиотерапию, с бевоцузумабом. То есть сделали правильную, так скажем, контрольную руку, которая должна была быть в исследовании БИЭКОН, потому что когда она начиналась, и так уже было всем известно, что анти-ДЖФР с химиотерапией не работают при БИРАФ мутированном колоректальном раке, но графики говорят сами за себя. То есть фолфери с бевоцузумабом, если вы назначили анти-ДЖФР и БИРАФ ингибиторы во второй линии, они будут вам показывать те же самые данные по ПФС и частоте объективных ответов в последующем. Поэтому здесь, на самом деле, в третьей линии вы можете спокойно дать пациентам и ринтыкан и бевоцузумаб. Другой вопрос. В реальной практике вот те варианты, когда у нас недоступны энкорофенибы, бенеметенибы, то есть более-то, скажем, в современные ингибиторы БИРАФ и МЕК, а мы работаем с доброфенибами, трометенибами и так далее, то в данном контексте, вот в этом нашем популяционном исследовании оказалось, что эффективность применения тех препаратов, которые для нас доступны, которые введены в клинические рекомендации в России, давали те же самые показатели объективных ответов. 27%, при этом 7% полных ответов, контроль болезни 60%, медиана ПФС 4 месяца. То же самое, что и в исследовании для энкорофениба и плюс-минус бенеметениб, анти-ИДЖФР, антитела. Другой вопрос, собственно, можем ли мы делать реинтродукцию БИРАФ и анти-ИДЖФР, если у нас когда-то была прогрессия на них, предположим, о второй линии, вы там 4 месяца выиграли на такой комбинации, затем у вас пошло фолфери с бевоцузумабом, вы еще 4 месяца выиграли, и потом снова пациент у вас. И вот здесь на самом деле стали появляться клинические серии клинических наблюдений, их несколько, которые показывают, что в принципе, если у вас был ответ на анти-БИРАФ анти-ИДЖФР объективный, тогда вы вправе ожидать и повторного ответа при реинтродукции. Я объясню это дальше, почему это происходит. Кроме того, у нас появляются опции, которые интересно пробовать у больных, которые тоже находились уже на БИРАФ-ингибиторах, это сочетание химиотерапии и БИРАФ-ингибиторов, в частности, китайская работа комбинации виморофениба, цитоксимаба и фолферии, хорошей переносимости, там, под 100% контроля болезни, 80% объективных ответов, будет ли это потом стандартом лечения, например, для первой линии, не знаем, мы подождем результатов рандомизированных исследований, но опять же, как сегодня уже вам Владимир говорил об особенностях китайских работ, мы можем вспомнить и рандомизированные исследования комбинации ринотекана, виморофениба, цитоксимаба, которая давала всего 16% объективных ответов по сравнению с ринотеканом и цитоксимабом и медианой ПФСа 4 месяца. Если у вас микросателлитная нестабильность и БИРАФ-мутация, то, конечно, на первом этапе мы всегда стремимся назначать иммунотерапию, потому что она работает независимо от БИРАФ-мутации. А вот если мы говорим от БИРАФ-ингибиторов и анти-GFR-антителах, то здесь лучше эффективность при микросателлитно-стабильном фенотипе, нежели при МСА. Поэтому во второй линии, если пациент не успел получить иммунотерапию, у него БИРАФ МСА, можно дать спокойно сначала иммунотерапию, при прогрессии вы будете назначать БИРАФ-ингибиторы в комбинациях. А вот другая ситуация, если вы уже использовали БИРАФ-ингибиторы и думаете, потом можно давать иммунотерапию или нет, в принципе, другая ситуация, если же у вас, например, была иммунотерапия и можно ли после нее дать БИРАФ-ингибиторы, будет ли они также работать, я приведу клинический пример недавней пациентки, которая вот буквально обсуждали, наверное, две недели назад на консилиуме, как раз мы выиграли практически год на иммунотерапии, при прогрессии дали, так как у нее было сочетание и МСА и БИРАФ-мутации, дали доброфениптраметинепанитумумаб и с июля прошлого года по настоящее время стабилизация. То есть, в принципе, это тоже вариант рабочий. Наличие МСА не запрещает нам давать БИРАФ-анти-ДЖФР-антитела. Комбинации иммунотерапии и БИРАФ-мек-ингибиторы лучше их делать последовательно, совместное сочетание не увеличивает непосредственную эффективность, не отдаленную выживаемость. Интересно, хотя в исследовании с неволумабом, энкрофенибом и цитоксимабом, который был опубликован на Аскаджа этого года, опять же, графики очень заманчивы, и ПФС 7 месяцев, но тем не менее, пробовать можно после БИРАФ-анти-ДЖФР, но пока у нас таких данных нет, но в принципе, если такие схемы будут доступны, я бы, наверное, пробовал. Почему? Все-таки стоит вопрос о том, чтобы оставлять, например, БИРАФ-ингибирование и менять какие-то компоненты в лечении. Да потому что, когда мы смотрим механизмы резистентности, они касаются в первую очередь как раз в ситуации, связанных с мутацией МЕК, мутациях РАС, мутациях ИРК, то есть всех тирозинкиназных молекул. Это вот основной механизм резистентности. При этом надо отметить, что практически всегда БИРАФ-мутация, она никуда не девается. Мы не выбиваем его нашу БИРАФ-терапию, она все равно в клетках сохраняется, просто у них возникают новые мутации. Пример исследования механизмов резистентности к БИРАФ и МЕК-ингибиторам при немелкоклеточном раке легкого. Там та же самая мутация БИРАФ-600. Обратите внимание, когда они сделали НГС и даже полноэкзомное секвенирование, во всех образцах после прогрессии на БИРАФ-ингибиторах и МЕК-ингибиторах видели, что БИРАФ-мутация ВИ-600 сохраняется, но вот они появляются. КИРАС, НРАС, ПТН-мутации, МЕК-мутации. И здесь мы уже входим в варианты, когда как при легком начинаем гоняться за теми или иными мутациями, давать те или иные ингибиторы. Иногда это работает. При колоректальном раке тоже есть работы, оценивающие механизмы резистентности после БИРАФ и анти-ДЖФР плюс-минус МЕК-ингибитора. И мы видим все то же самое. Вторичная резистентность наблюдается чаще при активации ПИК-сигнального пути, мутации генных тирозинкиназных рецепторов. Да и вообще, если есть мутации ДЖФР-ПИА-3К, то они социрыны с отсутствием эффекта на энкрофенибе, бенеметенибы. Китайская работа. В геноме 15 пациентов, в котором проводилась БИРАФ и анти-ДЖФР-терапия, встречались мутации в генах МЕД, также мутации в КИРАС, НРАС и так далее. Можно встретить и в ДЖФР-ингибиторе. Но вот тут клинический пример, как раз подчеркивающий, что в принципе вот это продолжение воздействия на БИРАФ-мишень с заменой таргетного препарата в зависимости от нахождения тех или иных альтераций, иногда может работать. Да, как известно, при таких подходах мы опять же, эффекты наши ограничены там четырьмя месяцами, но тем не менее, это тоже лишняя линия лечения. Обратите внимание, здесь, когда пациентов пролечили по полной программе с туксимабом, энкрофенибом, бенеметенибом, при прогрессии делают НЖС, находят метамплификацию, при сохраняющемся с частотой мутантного аллеля 42% БИРАФ-мутации, доставляют БИРАФ-ингибитор и дают метингибитор. И это определило выигрыш еще в данном случае практически в 10 месяцах медианы выживаемости без прогрессирования. Потом идет снова мутация, снова прогрессия, снова смотрят, что остается, видят, что остается и БИРАФ, и МЕД, но появляется еще и КИРАС, на который, к сожалению, воздействия нет, и там уже ничем опухоль не остановить. Поэтому в настоящий момент, если мы посмотрим, какие исследования идут касаемо БИРАФ-мутации и не касается первой линии БИРАФ-ингибиторов, они все в основном связаны с преодолением резистентности на уже возникшей терапии НКРОФениб отстоксимаба или усиление эффекта этой схемы с различными другими молекулами. И, наверное, мы в такое входим русло, как при легком, когда мы гоняемся за теми или иными мутациями. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу.